Особое мнение на 101FM Мы работаем, поэтому я говорю с вами с работы То есть, по сути, в вашей-то жизни почти ничего не изменилось Да нет, вы знаете, все-таки изменилось Потому что путь из дома на работу и с работы домой Это, пожалуй, единственное, что отличает меня от тех, кто находится на самоизоляции Конечно же, сокращается количество мероприятий Их практически нет, я имею в виду публичные мероприятия Ну и, конечно же, количество встреч Поэтому это в основном работа с документами Но не деятельность, к которой все привыкли То есть, каких-то публичных мероприятий стало минимальное количество За исключением планируемого кулинарного заседания в ближайшие дни Да, о нем мы поговорим чуть позднее Это было небольшое отступление Теперь переходим к повестке К повестке одна из основных тем сейчас Ну, понятно, что кроме борьбы с коронавирусом Это задержание вице-губернатора Андрея Плитко И министра лесного хозяйства Алексея Шургина Взятка в 3, почти с половиной миллиона рублей Деньги Плитко передавал Шургин на правительственные дачи По версии следствия, Плитко создал организованную преступную группу Участники которой получали взятки от предпринимателей За заключение договоров в лесной сфере И вот махинации в лесной сфере в Кировской области Продолжаются уже не первый год и даже, наверное, не первое десятилетие Губернатор Васильев, как только приехал в наш регион Заявил, что в этой сфере будет наведен элементарный порядок Привел своих людей, которые этим наведением завелись, занялись Но что-то пошло не так похоже, да? Или что происходит? К сожалению, да, лес остается вот этим каким-то, не знаю, там, лаковым куском Где многие пытаются нагреть руки И была надежда, что после того, как был громкий скандал с губернатором Белых Отрасль задышит по-новому То есть будут новые подходы И вроде бы как они декларировались Но вот, к сожалению, вице-губернатор, который курировал в этом направлении Проявил себя крайне негативно Ну и, соответственно, вот результаты этих проявлений Мы сейчас видим все с вами Ленты форм-агентств Это настолько лакомая сфера, что любой не может удержаться? Или это все-таки... Я бы точно не говорил, что не может любой удержаться Конечно же, здесь моральные принципы должны быть во голове в любом случае Другое дело, что вот у тех людей, которые курировали Отрасль, к сожалению, соблазн пересиливает Ну, я не знаю, 3-4 миллиона, те, которые сейчас фигурируют Естественно, эта сумма большая Другое дело, что стоит ли оно того? Уверен, что нет Но вот случилось то, что случилось Ну, вот если говорить о своих людях На днях в нашем эфире Алексей Кузьмин Это депутат Городома 5-го созыва Сказал о том, что задержание плитком Это риск для Васильева Вот я процитирую В таких случаях многие руководящие посты Люди добровольно покидают Поэтому не знаю, чем аукнется эта история Для нынешнего губернатора Вы с позицией Кузьмина согласитесь? Или не надо тут все под одну гребетку? Мария, я бы вот как сказал Вот то, что случилось, да То, что произошло с плиткой Это риск вообще для Кировской области всей То есть у нас второй скандал За непродолжительное время За даже неполные 5 лет Связанный с коррупцией в лесной сфере Это, конечно, для Кировской области беда И вот мы всегда говорим, что вроде бы За отсутствие, ввиду отсутствия нефти, газа Прочих серьезных природных ресурсов Лес это наше все по большому счету И вместо того, чтобы эта область приносила В бюджет области доход Она на самом деле стала чуть больше приносить Другое дело, вот в виде этого мы вообще Пугаемся, сколько же мы могли получить Если люди спокойно там как-то Отщипывают, да Из, можно сказать, общего кармана В свой карман Это риски для области в целом, повторюсь Любой коррупционный скандал Любое проявление коррупции само по себе Оно обязательно выявится Я в этом уверен У нас там масса примеров А что вы имеете конкретно Я как раз и хочу раскрыть мысль твою Очевидно, что на федеральном уровне К региону будет большее внимание Очевидно, да И очевидно, при выделении денежных средств Будут руководствоваться Вот как раз принципом А нет ли там очередного коррупционера Который эти деньги украдет И все те, кто возможно работает Суперпрофессионально и эффективно И умеет работать с деньгами Эти деньги не получат Я имею ввиду по министерствам и ведомствам Как следствие, не получим мы с вами Возможно, детские сады, школы и так далее Поэтому вот эта ситуация, она точно Не выигрышная для всей области И печально, что некоторые товарищи Подставляют весь регион У нас с вами Тем у нас много Поэтому переходим к следующей Завтра состоится внеочередное заседание ОЗС На нем будут рассмотрены только два вопроса К ним мы перейдем чуть позднее Сначала хочу спросить Изменится ли в сегодняшней ситуации Как это формат проведения заседания Ну понятно, что нас уже предупредили Что не пускают журналистов Вообще никаких слушателей не пускают Но может быть еще какие-то нововведения Дистанция между депутатами Самоизоляция тех, кому за 65 Применение заочного голосования Которое не так давно утвердили Сразу же по заочному голосованию Заочное голосование Определено по строгим Четко прописанным Случаем Это принятие проектов федеральных законов Проектов федеральных конституционных законов Соответственно Вот эта пленарка Явно не попадает под голосование Удаленно Что касается Особых мер Мы вчера обсуждали Руководителей фракции С председателем Зак Собрания То, как будет организовано Само пленарное заседание И Председатель пояснил, что Будет замеряться на входе температура Будет особая рассадка То есть депутаты будут сидеть Подальше друг от друга Как следствие Система электронного голосования Не сможет быть задействована Потому что слишком много Нужно будет произвести изменений В самом зале Голосование будет вручную С помощью Почета физического Поэтому Да, вот Нововведения нас ждут Другое дело, что Допустим Тест На коронавирус Проводиться не будет Да И только лишь Будем замерять температуру Надеюсь, что Среди депутатов Среди сотрудников аппарата Не будет Того, у кого Заболевание Проходит бессимптомно При этом Важность проведения Заседания Тоже очевидна Тот вопрос Ключевой Из-за которого Собственно говоря Было назначено Внеочередное Заседание Предполагает Старт Реализации В Киевской области Того указа президента Который Был озвучен По выплатам Семьям Где есть дети Старше трех лет От трех до семи лет В размере Половины Прожиточного Минимума Если Не успеть Необходимое Изменение Закон области Внести То Есть риск Что эти деньги Придется изыскивать Из Областного бюджета А это На минуточку Почти полтора миллиарда рублей Этих денег В бюджете области Явно нет Поэтому Лучше собраться Провести заседание Чем Потом Искать Судорожные деньги И честно говоря Рискну предположить Не найти эти деньги При том Софинансирование области Все равно предполагается Но Совершенно не в таком Объеме Который мог бы На нас свалиться Да Владимир Давайте по этому Вопросу Пару Повторюсь Вопросов Уточняющих Вот смотрите Я посмотрела Материалы По этому поводу По этому законопроекту Я правильно понимаю Что Выплаты Должны начать Начисляться С первого января То есть Вот там Мы все У кого есть дети От трех до семи лет В июне А президент сказал Что должны выплаты Начаться в июне Получим по Тридцать тысяч рублей В раз То есть за шесть месяцев Это так Или я неправильно понимаю Я Слышал О трехкратном Размере Опять же Документы Чтобы вы понимали Ввиду срочности Поступили В предсказательное Собрание Вчера Мы с коллегами На заседание Фракции Соберемся Только Перед Семьим заседанием Соответственно Сейчас депутаты Законопроект изучают Готовят Свои предложения Если таковые Найдутся И Ну опять же Насколько я представляю Это выплаты Простите За три Периода За три месяца И выплаты Начнутся Безусловно В июне То есть Пока еще рано Говорить о том Как в Кирове Начнут принимать Документы Когда Что касается Порядка Предоставления выплаты Всегда этот порядок Определяется Постановлением Правительства После того Как будут законные Основания К выплатам То есть После того Как будут внесены Поправки в закон Будет разработан Порядок Утвержден Постановление Правительства И соответственно Тогда можно будет Говорить о том Как будет выплачиваться Мера поддержки Ну кому Определен В законе Соответственно Вот О порядке Можно будет говорить Чуть позже Вы уже назвали сумму Да Это полтора миллиарда Рублей Которые выделят Из федерального Бюджета Софинансирование Области 78 миллионов Тоже это прописано В документах Где эти деньги Собираются брать? Деньги должны будут Быть предусмотрены В бюджете Пока Не ясно Ну их же нужно У кого-то отобрать Я так понимаю Либо Либо понять Либо У кого-то забрать Либо Найти Дополнительные Источники дохода Очень хочется Заслушать Докладчика По данному вопросу И мы поймем Откуда планируется Взять эти деньги То есть Пока вы Этого не знаете И возразить В общем-то Нечем Да С учетом того Что да Крайне малый срок Для проработки Вопроса Пока Что называется Нет данных Не можем понять Где в бюджете Эти средства И предпотребуется Либо Действительно У кого-то Их забирать Или Все пройдет Безболезненно У правительства региона Есть представление Где эти деньги Межать Ну вообще Вот эту меру Насколько положительно Вы оцениваете Лучше это Чем матки Петел на первого Ребенка Знаете Я бы вот Не забывал При этом Про маткапитал На первого Ребенка Ну то есть Сравнивать Лучше это Или хуже Я бы не стал Это мера поддержки Которая в данной Ситуации Необходима И Понимаем Что Многие сейчас Имеют сложности С работой Кто-то работу Потерял Кто-то потерял Часть заработка И хотя бы Семьи У кого есть дети Какую-то меру Поддержки Обязательно Должны Получить Маткапитал Сейчас Наиболее Острая Эта необходимость Стала Так оказалось Да Все верно Поэтому Говорить Давайте пусть Эта мера Будет Вместо Маткапитала Наверное Это тоже Неправильно Второй вопрос Который Будете Рассматривать Завтра Это Согласование Кандидатуры Андрея Барокко На должность Прокурора Кировской Области Он Менее года До этого Проработал Заместителем Прокурора Свердловской Области А недавно Его хотели Назначить Руководителем Прокуратуры Оренбургской Области И уже Даже там Пошло движение По этому вопросу Было запланировано Заседание Для утверждения Но оно Не состоялось И его Перекидывают К нам Не знаете Почему Так Что там Произошло Кто-то с кем-то Не договорился Что за человек Вообще К нам Приходит Ну вот Понимаете История С несогласованием Прокурора В другом регионе Она наверное Более ясна Жителям Того региона Тем людям Которые Принимали решение Я могу Лишь судить О публикациях В СМИ А и в СМИ Вроде бы как Стало понятно Что там Есть какая-то История Взаимоотношений Между Потенциально Новым прокурором И действующим Губернатором Оренбургской области И вроде бы как Вот как раз Губернатор Так и не поддержал Кандидатуру Предлагаемую На должность Прокурора Области Оренбургской У нас Насколько я знаю Таких противоречий Нет И Ведь опять же Не стоит сразу Делать выводы Что Оборок Наверное Не был поддержан Тут с ударением Просто пока еще не ясно Был Не поддержан Ввиду того Что Его Профессиональное Качество Не знаю Как-то не соответствует Стандартам Норматива Наверняка Есть Есть Другие Какие-то моменты Просто Может быть Личные Взаимношения Не позволили Ему быть Утвержденным То есть Как-то Пересекались Они с губернатором Еще по работе В другом регионе И Не сошлись Что называется Здесь ведь Важно понимать Что У прокуратуры Свои четкие задачи Когда Прокуратура Начинает Перегибать Ну и Исполнять Свои полномочия Например В муниципалитетах Слишком рьяно Тогда Происходят Тоже неправильные вещи Закрываются Дома культуры Ввиду Там допустим Мелких несоответствий Нормам Допустим Тем же пожарным Там еще каким-то То есть Прокуратура Должна тоже Исходить Из реалий жизни На территории Я думаю Что Вот это Тоже Депутаты Преутверждений Озвучат Кандидату На должность Прокурора Власти Ну Голосовать По этому вопросу Депутаты Я так понимаю Намерены Положительно Мы Увидим Этот В ходе Заседания Но могу сказать За себя Не увидел В биографии Кандидата Каких-то Спорных Моментов Не увидел Оснований Для того Чтобы не поддержать Кандидатуру Если бы У законодательного Собрания Было право Предлагать Кого-то Тогда Наверное По-другому Можно было бы Ставить вопрос Более широкое Обсуждение Кандидатуры Доказания Обоснованности Именно Выдвижения И Голосования За этого Кандидата Здесь же Процедура Несколько Иная Генеральный Прокурор Федерации Предлагает Кандидата На должность Прокурора В данном Суще Кировской Области И очевидно Что в том числе И он несет Ответственность За человека Который Он предложил Если Господин Краснов Предлагает Человека К нам В качестве Прокурора Области Значит он Понимает Что этот человек Будет Строго Следовать Закону Прокуратуре Естественно И Тем стандартам Которые Прокуратуре При Краснове Заведены Или будут Заведены То есть Мы понимаем Что это Ну такая Системная работа Прокуратуры Так скажем Поэтому Здесь Нужно иметь Серьезные Доводы против Чтобы голосовать Против Ну и Резко Переходим К следующей теме Это тема Коронавируса Обойти мы ее Не можем И оставшееся Время Нашей программы Наверное Этой теме Как раз И посвятим А точнее Тому Как страна Борется С пандемией И какие при этом Несет потери А эффективно На ваш взгляд Борется На мой взгляд К сожалению Недостаточно Эффективно Потому что С одной стороны Мы видим Что рост Заболеваемости И в нашем регионе И в других регионах Особенно В столице Особенно В Петербурге В крупных городах Большой Кстати у соседей Тоже рост Заболеваемости Пугающий Я имею ввиду Коми И в этой ситуации Вроде бы Всем нам Неплохо бы Посидеть на карантине Вроде бы Неплохо Услышать что-нибудь Про режим Чрезвычайной ситуации Или по крайней мере По ограничительным мерам При этом Важно услышать У мерах поддержки Как населения Так и Предпринимателей Организации Те, которые Пострадали Сейчас испытывают Чрезвычайные сложности Вот К сожалению И в части Первой И в части Второй Мы Каких-то жестких Может быть Решительных мер К сожалению Не наблюдаем Вот Меня честно говоря В тоску Повергает Вот эта история Когда регионы Должны На себя Взять Все принимаемые Фактически Все принимаемые Меры Естественно С учетом Географии Естественно С учетом Численности Населения Плотности И так далее Да Тут Безусловно Стоит согласиться Другое дело Что Почему тоску Вот как раз И объясняю Потому что Помимо полномочий У регионов Должны быть Еще и Соответствующие Ресурсы В первую очередь Финансовые Потому что Если Мы допустим Решим Через бюджет Кировской области Поддержать бизнес Ну например А через бизнес Поддержать всех тех Кто Сейчас испытывает Сложности В связи с Самоизоляцией То есть Либо сидит дома И не получает Зарплату Либо сидит В неоплачиваемом Отпуске У нас такие примеры Уже к сожалению В Кировской области Не единичные Таких людей Много Когда предприятие Отправляет людей В неоплачиваемый отпуск С одной стороны Предприятие Пытается спасти Само предприятие С другой стороны На людях Это забывать нельзя Потому что У многих Сейчас есть Кредиты Которые нужны Оплачивать Непонятно Как ведут себя Банки С отсрочкой У многих Есть В конце концов Ипотеки У многих Никто Не у многих А у всех Есть Обязательства По уплате Коммунальных платежей И на что-то Из-за Нужно еще и есть И семью кормить И Какие-то текущие Расходы Безусловно Тоже имеются При например Переходе На дистанционное обучение Нужно за интернет Заплатить То есть Естественно Что Без Наполнения Семейного Бюджета Семьи просто Останутся Ни с чем Будет ситуация Когда Целыми Семьями Люди Будут Фактически Близки Близки К ситуации Голода Надо же С этим Что-то Делать Безусловно Надо Вот сейчас Пока Я не увидел Со стороны Федерального Правительства Каких-то мер Поддержки Которые бы Эти вопросы На 100% Ну или Близко к тому Решали Сейчас мы видим Точечные Меры Поддержки Но мне кажется Текущая ситуация Недостаточно Я не исключаю Что федеральное Правительство Просто Ну так Скажем Приберегает Основные Меры Поддержки На момент Когда Эпидемия В полной силе Разыграется Да В нашей стране А уже говорят Что-то о том Что в частности Вероника Игоревна Скворцова Сказала Что Пик-то мы ждем Где-то через неделю Через две Пик заболеваемости И дальше Честно говоря Тоже удручающая Информация О том Что И продержимся Мы вот На этой истории Где-то до июня То есть Стоит сделать выводы О том Что До июня У нас Будет какая-то Вот такая Ограничительная история В части работы Предприятий Если Можно предположить Что и Предприниматели И может быть Семьи Проживут еще Как-то апрель Вот в таком Режиме Самоизоляции И с сокращением Доходов У кого-то Может быть Даже с полным Выпаданием Доходов То до июня Точно Мы в таком Режиме Не продержимся И поэтому Важно Чтобы правительство Российской Федерации Подкрепило Ограничительные меры Финансовой Финансовой Компенсации Средняя Средняя зарплата По зарплате Это Это опять же История О том Что И налоги Как-то надо платить И арендные платежи То есть Вот только по зарплате Нагрузка на бизнес Такова Доходная часть Бюджета Кировской области По году Собственных доходов Порядка 30 миллиардов рублей А здесь В месяц Восемь На бизнес Способен бизнес Вот эту нагрузку Выдержать Месяц Может быть Способен Хотя Честно говоря У меня сомнение Если дольше То наверное Уже не способен Это же опять же Обязательство По выплате Полной зарплаты Если вот мы Действуем строго Тем установкам Которые Нам из федерации Прилетели Очевидно Что без поддержки Не обойтись Причем Я тоже не считаю Правильным Поддерживать В этой ситуации Бизнес Напрямую Потому что Бизнес Здесь посредник По большому счету Между Гражданами нашей страны И государством И меры поддержки Нужно оказывать Напрямую Семьям То есть Если мы говорим О том Что человек Не получает Зарплату От какого-то Предприятия Надо сделать так Чтобы он Деньги получил От государства Бизнесу Конечно Может быть Потом и будут Вопросы Почему ты Вот такой Плохой Нарушил Установки И людей Вывел Неоплачиваемый Конечно Нужно спросить Другое дело Что и бизнес Один на один С проблемой Оставлять нельзя Ну просто Выплачивая Деньги Людям Конкретно Мы поддерживаем Людей В этом случае Поддержки Бизнеса Как таковой В чем она Безусловно Опять же Когда мы говорим О том Что бизнес Нужно спасать Мы имеем ввиду В первую очередь Малый микробизнес Все что связано С торговлей С непродовольственными товарами Да То Сейчас это все закрыто Главный Они не работают Люди к ним не пойдут Эти деньги у них не оставят Главный фактор Успешности Разничной торговли Непродовольственными товарами Это Фактор Оборачиваемости Денежных средств Если Вот сейчас Полностью Все встало Оборот Отсутствует Но очевидно Отсутствует У этого сегмента Прибыль Отсутствует От слова Совсем Понимаем Что При этом Нужно платить Какие-то Текущие Арендные Платежи Вроде бы Как Опять же С зарплатами Вопрос Ну куда не делся Очевидно Что бизнес Уже еле дышит И скорее всего В такой ситуации Скоро умрет Поддерживать надо И Вот здесь Как раз Меры Это тоже нужно Предусматривать Мне кажется Особые Потому что Одно дело Освободить От аренды За муниципальное Имущество За Имущество Федеральное Областное Это да А как быть С имуществом Которое Арендуется У частных лиц Мы знаем Опять же Кучу примеров В городе Кирове Когда Арендодатели Не идут на уступки Арендаторам Требуют от них Уплаты Полного объема Арендной платы При этом Обязать Арендодателя Не взимать Плату Ну наверное Тоже нужно Дать что-то Взамен Потому что У арендодателя В конце концов Налог на имущество Никуда не делся Ему тоже нужно Содержать свои Помещения Проводить Какие-то Капитальные Ремонты Ну то есть Содержать Помещения В любом случае Нужно Это тоже Нужно Компенсировать Откуда Кто кроме Как Государство Справится С этой задачей Причем Под государством Понимаю Именно Бюджет федеральный Потому что Регионы Конечно же Сами определят Первоочередные Меры поддержки Но Будут смотреть Стороны Федерального центра Для того чтобы Он помог Финансово Организовать Все то что В регионе Сделать необходимо Владимир У нас сейчас Перерыв Через полторы Минуты Вернемся И продолжим По поводу Помощи Бизнесу И вообще Всем гражданам Продолжается Программа Особое мнение Веду ее Сегодня я Мария Кожевникова А свое особое мнение Высказывает Вице-спикер Областного Законодательного Собрания Владимир Костин Владимир Ну вот Начали уже Говорить Мы с вами О мерах Поддержки В том числе И розницы Магазинов Которые сейчас Закрыты Много закрытых Фитнес-клубов Не много А все фитнес-клубы Вся культурная сфера Общепит 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 Да И вот Накануне Министр Экономического Развития Региона Наталья Кряжева Отвечала на вопросы В прямом эфире В соцсети На вопросы Которые волнуют Кировчан И когда ее спросили Будет ли какая-то Помощь розницы Она сказала Я вот прям процитирую Мне кажется Самой главной Мерой поддержки Для данных Организаций Будет являться Предоставление Им возможности Осуществлять Свою непосредственную Деятельность Но решение Будет зависеть От эпидемиологической Обстановки Вот просто Хочу вас попросить Эти слова Прокомментировать Они у вас вызывают Какие-то эмоции И кого-то Какое слышать Предпринимателям Которые сейчас Закрыты Вы знаете На самом деле Дать возможность Работать Это То самое основное Чего хотят Предприниматели Другое дело Они бы и работали Нет-нет-нет Секундочку Они бы и работали Я имею ввиду Предприниматели Если бы Не складывалась Вот так Эпидемиологическая Ситуация В стране И в Кировской области В частности То есть Конечно Классно бы было работать Но очевидно Что работать Возможности нет Если прогнозно Наталья Михайловна Кряжева Считает Что мы Сейчас где-то Преодолеваем Пик заболеваемости Скоро Организации Которые серьезные Проблемы Испытывают Начнут работать Это одно Это значит Опять же Сигнал бизнесу Как раз Малому Микробизнесу О том Что все Скоро закончится Нужно потерпеть Совсем немножко Но Опять же По федеральным Каналам От Федеральных Чиновников Мы слышим Что Ситуация Это не такая Благополучная И соответственно Бизнес Слыша Вот эти Две разные Точки зрения А что К чему Готовится К тому Что мы Переживем Этот тяжелый Апрель И наконец-то Заработаем Нормально Или Ситуация В которой Апрель еще Покажется цветочками Наступит Май Потом еще Июнь Который Возможно Будет Самым проблемным К чему Готовится Бизнес Естественно Должен прогнозировать Еще раз Говорю Бизнес В этой ситуации Проводник Между государством И Людьми Вот как раз Бизнес Решает здесь Социально Назначимую Задачу Дать людям Иметь средства К существованию Через Заработную плату И вот если Этот Проводник Начинает Сбоить Если происходит Сбой То естественно Это все В конечном итоге Коснется И затронет Простых людей Так вот Возвращаясь К выступлению Министра На мой взгляд Я уже говорил Что без поддержки Федерального центра Области придется Очень туго Если не сказать Невозможно Если опять же Это все у нас Надолго При этом Есть Мне кажется Такие простые Действенные Меры Которые Уже сейчас Вот эти механизмы Нужно задействовать Вот смотрите Малый Микробизнес Он у нас В основном Работает На упрощенке На вмененке Либо на патенте Весь Весь доход Бюджета Кирской области От упрощенки Это 2,3 миллиарда рублей От вмененки И патентов Это еще Полмиллиарда То есть Где-то 2,8 Суммарно При этом Если посмотреть На Так сказать Проблемные моменты В расходной части Бюджета У нас 800 миллионов То есть 0,8 миллиарда рублей Тратится на Обслуживание Банковских кредитов Эти кредиты Взяты В государственных Банках И еще Порядка Миллиарда 300 миллионов Мы должны Выплатить Бюджет Российской Федерации За Предоставленные Ранее кредиты То есть Это долг Кировской области Который Планово Сейчас возвращаем Если мы Горем о мерах Поддержки От федерации Которой Мы ждем Но первое Что напрашивается Списать долг Кировской области Для того Чтобы Кировская область Могла реализовывать Меры поддержки Внутри Опять-таки Не прося что-то Спешите для начала Обязательства Хотя бы По этому году В выплате 1,3 миллиарда Спешите Обязательства По выплате Процентов Это только Проценты 800 миллионов В банке За банковские кредиты Соответственно Мы получаем 2,1 миллиарда Рублей Меры поддержки Дальше уже Становятся не такими страшными То есть у нас По упрощенке По Вмененке Патентов Это годовые Опять же цифры Годовые А если мы понимаем Что во втором полугодии Мы все равно Худо-бедно Как-то Начнем уже Все Захнем Полегче работать То наверное И не стоит Там списывать Налоги на год Но по крайней мере Предусмотреть Невзымание платы По налогам На период Проблем наших Вот этих Связанных с коронавирусом Но это наверное Очевидно Поэтому и не потребуется Наверное 2,8 миллиарда А высвободится Если федерация Придет навстречу 2,1 миллиарда То есть вот уже Как-то мы проблемную Зону Наверное Вот эту закрыли В части налогов Для бизнеса Это важно Сейчас Бизнес Говорит о том Что не занимайте Тогда налоги Если мы не работаем Логично Да Так же не получающие Доходы Ввиду того Что оборачиваем Средств Ноль Все равно Эти деньги Будет вынужден Вернуть То есть сейчас Фактически Идет Ну там Предполагается Оплата зарплат Выплата налогов Доходности Равной нулю То есть это убыток И взятый кредит Это прямой убыток Который все равно Возвращать То есть Умрет бизнес Допустим Не в апреле А там в сентябре Результаты Все равно Один и тот же Умрет Поэтому Чтобы он не умер Чтобы опять же Все люди Которые работают В малом бизнесе Микробизнесе Имели возможность И дальше работать И дальше Получать зарплату Нужно Поддержать Фактически Это Залог Успеха Экономики Региона Владимир А депутаты Какие-то инициативы Кировские депутаты Собираются вносить На этот счет Или Нет такой возможности Или это не нужно Да Вот Мы начали говорить Про министра Кряжеву На самом деле Вот можно говорить Что там Вот она Какие-то Меры Предлагает Флабые На самом деле И у правительства И у депутатов Законодательного Собрания Кировской области Не так много Рычагов здесь Во-первых Потому что По доходу По исполнению Доходной части Бюджета Уже В нынешних условиях Могут возникнуть Вопросы Потому что Основная часть Собственных доходов Это МДФЛ Случаи Если зарплаты Сокращаются Случаи Если Та Масса Зарплатной платы Которая Должна быть В регионе Она уменьшена Соответственно МДФЛ Будет в меньшем объеме Начисляться Опять же Если говорить О каких-то там Отменах Выплаты Налогов Надо понимать Что эти налоги Попадают в итоге В доходную часть бюджета А если они туда Не попали Значит У нас подвисают Социальные выплаты Выплаты Зарплат бюджетникам И так далее То есть важно Бюджет сохранить При этом То есть у региона На самом деле Не так много механизмов Для того чтобы Исполнить меры поддержки Для предпринимателей И для населения Поэтому У законодательного собрания Правительства Вот уже Наталья Николаевна Кряжева вспомнил Не так много рычагов Для того чтобы Вот эту ситуацию Исправить И конечно Хочется Увидеть меры поддержки От федерального Правительства Действительно Действенные А не Декларативные То есть не стоит Все валить На Кряжеву Да На самом деле Да Потому что Ну там Своеобразно Конечно У меня лично Своеобразное отношение К работе Натальи Михайловны Но вот конкретно В этой ситуации Можно с нее требовать Но надо понимать В ее ли полномочиях Это Я могу сказать Что нет Поэтому Обвинять только Министра в том Что меры поддержки Недостаточно Бессмысленно Потому что Ну стрелочника Это можно всегда найти В любом И правительстве И регионе Но надо понимать Есть ли полномочия Есть ли возможности Вот к сожалению У региона Сейчас этих возможностей нет Ну вот О финансовых возможностях Мы говорим Да Мы знаем Что там В соседнем регионе В Перми Уже приняли меры И меры реальные Да Там И минус налоги И минус Еще какие-то вещи Ну у нас Видимо Просто не такой бюджет Как в Перми И мы не можем Себе это позволить Да Вот Но если говорить Об операции С одной стороны Так Договорите мысли Потому что Я буду говорить С одной стороны Так С другой стороны Возможно В бюджете Пермского края Есть Те затраты Которыми Можно пожертвовать В этих условиях Да То есть Вот всегда Понимаешь Что есть Определенная Доходная часть И мы можем Расходовать Только ее Можно взять Кредит Наверное Но его тоже Отдавать Мы об этом уже Говорили Да в конце концов Все это представляют Поэтому Наверняка В бюджете Перми Есть Те траты Которыми Можно было бы Пожертвовать Естественно Ревизию Бюджетных Расходов И в нашем регионе Нужно провести Когда остров Встанет Вопрос Что вы выбираете Поддержку Или дороги Да Тоже Мнения Могут разделиться Хотя В нынешней ситуации В ситуации Когда многие Просто потеряли Доход Может быть И к этому Даже мы придем Хотя Надеюсь Что до этого Не дойдет И поддержку Мы получим Ну вот Теперь мы Оперативно Приняли эти меры А если говорить О оперативности У нас Ну пусть мы Не будем Уже финансов Касаться Допустим Вообще Вопрос Принимаемых мер Вот допустим В понедельник У нас Наконец-то Тех Кто возвращается Из Москвы Начали Садить на карантин Еще неделю назад Мы спрашивали У губернатора В нашем эфире Почему Этого не происходит Он сказал Что не нужно Доводить ситуацию До абсурда Почему Вот так Медленно Это все Власть реально Не видит заранее Проблему Или что происходит Знаете Разные тоже Версии существуют И по природе Самого вируса Кто-то До сих пор Считает Что он не опасен И по большому счету От обычного гриппа Люди умирают И умирают Тоже Большое количество Людей Я Честно говоря С одной стороны Не склонен Недооценивать Угрозу С другой стороны Тоже понимаю Что Когда Среди населения Миллион 300 Миллион 300 тысяч Человек Случаются 20 заболеваний Да Ну Вроде бы Как Пока не страшно Хотя Вот так просто При этом В мире страны Не вводили бы Жесткие ограничительные мер Если посмотреть На Италию И Испанию А теперь уже Соединенные Штаты Все действительно Уже довольно страшно Поэтому Нам было здесь Как-то Баланс соблюсти С одной стороны Не уйти в панику Да И не оградиться От всех и вся Об этом кстати Федеральное правительство Уже говорило Что У регионов Здесь полномочий На самом деле Не так и много А с другой стороны Не допустить Распространения Вот этой вот Заравы Да Повсеместного Потому что Еще раз говорю Ситуация в соседней Допустим Республике Коми Она Не сильно Воодушевляет Части того Что стоит Все открыть И работать Как мы работали Поэтому здесь нужен баланс Безусловно Нужно следить За распространением Вируса в регионе Чем больше Будет проведено Тестов Тем лучше Плюсом Учитывать Все то Что Уже наука знает О вирусе Потому что Многие говорят Что вирус На самом деле И уже В выздоровевшем Организме Который вроде бы Как не проявляет Никаких признаков Заболевания Он по крайней мере На передачу Еще какое-то время Работает Да То есть Вот это тоже Нужно Учитывать Учитывать Разработки В том числе Западных Ученых Наработки Я имею ввиду В плане изучения Вируса Владимир У нас минутка Всего остается И вот мы все Говорим о проблемах Да Ну да Действительно Тяжело Непонятная ситуация Никто не знает Что делать дальше Чего ждать Но вот Как вам кажется Из этой ситуации Можно вынести Какие-то Полезные уроки Положительные Чему-то новому Научиться И бизнесу И вот Людям Вы может быть Что-то вынесли Для себя Лично Безусловно Да Та ситуация В которой мы жили До вируса Она вообще Не наталкивала На мысль Что может Произвести Что-то подобное То есть Мы жили Что-то Планировали Ну так скажем Без учета Подобной угрозы В том числе Кстати Работа бизнеса Которую сейчас Нужно поддерживать Нужно поддерживать Людей Которые трудятся В малом бизнесе Она была Ну так сказать С планированием Без учета Вот такого Серьезного Фактора Как карантин Сейчас наверняка При планировании Бизнеса Многие будут Этот фактор Учитывать Сегодня Все развивается Завтра все Может встать Готов ли к этому Бизнесу Опять же Фактор выживаемости Да Он тоже будет Несколько Новые подходы Да Новые подходы Плюсом В жизни людей Наверное Иметь Большую Какую-то Больший запас Прочности Это тоже Будет ориентиром В том числе Мы знаем Что у молодежи В последнее время Формируется Такой Принцип Поведенческий Они Перестали Перестали Копить У них Задача Получить эмоции Получить впечатление Здесь и сейчас И для них Это ценно А в ситуации Когда Все вот так Останавливается На первый план Выходит Несколько Иные ориентиры Потому что Наверное Молодежь У нас Как-то Переформатируется Причем Говорить о том Что Знаете Тоже Так уж Складывается Что у нас Целая История Когда бабушки На смерть Начинают копить И Копят Копят Пол жизни Короче говоря Копят на смерть Это наверное Тоже неправильно С другой стороны Вот те кто Копил сейчас На смерть Они по большому счету Себе обеспечили На жизнь Да То есть Наверное Учитывать фактор Неожиданности В современном мире Нужно И иметь какой-то Запас прочности Тоже нужно И это наверное Должно стать заботой Не только граждан Но еще и государства Бизнеса В общем всех Ну вот на этом Напутствие Мы и закончим Владимир Спасибо вам большое За разговор Доброго дня вам И доброго дня Всем слушателям Спасибо Всем здоровья Особое мнение На 101FM Субтитры сделал DimaTorzok